Вошли в тройку лидеров. Тэквондисты из Ненецкого округа успешно выступили на соревнованиях, которые проходили в Архангельске. В общекомандном зачете они заняли третье место и привезли с собой 16 медалей. О том, как проходили соревнования и о дальнейших планах спортсменов узнала наша съемочная группа. Дарья Тайгузина с последних соревнований вернулась с победой. В спортивной копилке девушки теперь еще две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали. Отличный результат. Тэквондо Даша, обладательница черного пояса, занимается 10 лет. В планах одержать победу на чемпионате мира. Во-первых, нужны упорные тренировки каждый день. Упорно тренироваться физически, морально. А есть какие-то ограничения? То есть, почему-то ограничиваете? Нет. Категорию, ну да, худеем. Святослав Егоров своим результатом на этих соревнованиях не удовлетворен. Медаль бронзовая, а хотелось бы золотую. Но победа – это дело времени и упорных тренировок, уверен мальчик. Вы все, кто поехал на эти соревнования, должны выиграть или проиграть? Ты выиграл? Нет, проиграл. Проиграл, а медаль у тебя все равно? Да. Это же медаль в третьих соревнованиях. Александр Краснолуцкий не только выступил на соревнованиях, но и сдал норматив на черный пояс. Теперь планирует показать свои силы на Кубке России, если тренер одобрит его участие. Готовился долго. Вот во время сборов каждый день готовился и сдал. Более 200 спортсменов из восьми регионов и Ненецкий округ среди них в тройке лучших. Результат, прямо скажем, отличный, считает тренер Владимир Крупа. 11 участников из нашего округа в общей сложности завоевали 16 медалей. И это при том, что почти 8 месяцев у тэквондистов был вынужденный простой из-за пандемии. С марта прошлого года по сентябрь не занимались. Вообще не занимались. Занимались только онлайн. Были онлайн-тренировки. Дети повторяли все дома самостоятельно. Ну, с сентября начали тренировки, начали упорно готовиться. Так что, я думаю, ничего не сказалось, все нормально. Сейчас спортсмены готовятся к соревнованиям, которые пройдут в конце апреля в Одинцово. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север».